Два часа ночи. Мы все в тех же двух крытых брезентом полуторках едем по ровной степной дороге. Едем в колонне воинской части, которая составлена в строгом порядке военного времени. Пронеслись с грохотом и лязгом железа средние, легкие танки. За ними идут четырехтонные огромные американские машины, гремя надетыми на колеса цепями по обледеневшему профилированному шоссе. Потом наши полуторки газ, выкрашенные в белый цвет, и вместе с ними едем и мы. По краю шоссе вместе с нами движутся стрелковые части. Бойцы с автоматами, противотанковыми ружьями, со станковыми пулеметами и припасами, погруженными на лыжи, нескончаемой тонкой цепочкой в огромном пространстве степи, идут молча, торжественно. Дорога идет с севера на юг. Прямо впереди, оглянувшись назад, видим огни фар сотен танков и машин, которые мерцают вдали, как огромный город, горящий огнями вечером, когда к нему подъезжаешь и теряется где-то далеко, на горизонте. Только здесь, на фронте, видишь эту силу, нашу военную мощь и технику, которая поистине в руках русских богатырей не имеет себе равной. Эта сила движется вперед, на запад, очищая советскую землю. Этой силе веришь. Веришь, что она победит. И еще раз, может быть, в последний раз, страницы мировой истории будут отведены славе русского оружия, славе русского народа. Мы подъезжаем к месту очередной остановки. К селению, расположенному на крутых склонах оврагов с редкими островами небольших деревьев. Небольшие коричневые плодовые сады стоят на приусадебных участках. Все это впитывает нас в себя. И колонна наша, маскируясь, постепенно стихает, распределяется по квартирам в белых крытых соломых украинских домах. Дует теплый ветер. Тучи низко нависли над белоснежной степью. В этой поездке были вознаграждены горечь и боль отступления нашей сталинградской поездки. Мы вместе с танкистами занимали те же города и села, из которых когда-то уходили. Наш коллектив приказом политуправления был включен в оперативную группу работников политуправления фронта, выполняя боевое задание по поднятию духа у бойцов и командиров в момент наступлений, помогая подъему организации наступательного прорыва. Все спектакли и концерты заканчивались политическими митингами. Один из командиров, полковник Алексеев, категорически заявил, что все его бойцы без исключения перед наступлением должны посмотреть этот спектакль. Нам было очень радостно слышать, что наша работа становится на фронте необходимой. Он осуществил это свое желание. Мы для его части играли наш корреспондент. Бойцы сидели в полном боевом вооружении. Мы уже знали, что все было подготовлено для удара. Ждали только часа. И вот в середине спектакля раздается резкая команда. «Батальон такой-то на выход!» Часть зрителей уходит. Через пять минут опять команда «на выход!» И еще часть наших зрителей покидает зал. Через десять-пятнадцать минут зал был пуст. Зрители все ушли в бой. Но мы через два-три дня доиграли этот спектакль. Те же бойцы досмотрели его. Но многие уже были ранены, а иные досмотреть не смогли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин